История настоящего новогоднего чуда. Разлученные в детстве сёстры нашли друг друга спустя 28 лет. Их судьбы были разделены тысячами километров. Подробности этой трогательной истории, соединившей Тверь и страну Басков, в следующем сюжете. Это Яна Подольская. Сегодня в её жизни есть всё, что принято называть обычным человеческим счастьем. Семья, муж, дети, любимая работа. Но так было не всегда. Когда Яна была подростком, её семья распалась. Яна и её сводные сёстры оказались разъединены. В это страшно поверить. Но некогда жившие вместе девочки из-за обстоятельств потеряли всякую связь друг с другом. На ситуацию дети особо не влияют. Поэтому у меня была безысходность. Я думала, ну такой урок по семье прошёл. Когда я подросла, я поняла, что можно много что исправить. В принципе, мне вообще всего хватало. Единственное, у меня вот этот был незакрытый гештальт. Со своей стороны всё, что я могу сделать, я должна сделать, чтобы мне просто развеять, всё знать. Сегодня у Яны двое детей. Старшая – дочь. Ей сейчас 14. Столько же было Яни, когда семья распалась. Это был 1994 год. Сестре Лени тогда было пять. Младшей Свете – всего год. Она даже не помнила о существовании старшей сестры. А потом в семье начали происходить страшные события. Погиб отчим, умерла бабушка. Маму охватила болезнь. С чередой этих всех неприятностей девчонки оказались в детском доме. Меня взял отец. Я была от первого брака. Свету я нашла. В принципе, мы нашлись вообще сразу. Практически она сначала была в доме малютки, потом привели в интернат. С Леной, конечно, пришлось искать. Активные поиски Лены Яны вела 16 лет. Но попытки были тщетными. Просто потому, что искать в России было бесполезно. Лену удочерили в Испанию. В те годы это было очень распространенным делом. Тайна усыновления не давала возможности Яне знать о местонахождении сестры. О том, что Лену в Испании, ходили только слухи. И только в 2021 году дело сдвинулось с мертвой точки. Яна обратилась в Ассоциацию «Север. Дети войны СССР», президент которой, Елена Александрова, стала для девочек буквально крестной матерью. Слава Богу, ей не изменили имя. Она осталась Еленой. Но самое сложное было понять, какие у нее фамилии. Естественно, это были испанские фамилии при усыновлении. Какие они, вот где их найти, вот это было самое сложное. Когда мы уже узнали фамилию отца, уже стало все намного проще. Мы хотя бы понимали, что мы ищем, кого мы ищем. И вот в канун Нового года Яна, наконец, нашла сестру. Та шлет ей солнечные видео из страны Басков. Доброе утро. Мы прогуливаемся по Лейкитило. Это туристическая зона. Здесь очень красиво, очень тихо и зимой, и летом. Два очень красивых пляжа. Я живу здесь несколько месяцев в отеле и еще не очень хорошо все знаю. Это моя собака Акер. Она уже старенькая, но очень хорошая. Они виделись онлайн лишь однажды. Мешает языковой барьер. Лена говорит только по-испански. Наша съемочная группа не могла не подарить девушкам такую возможность. У меня в руках ноутбук. Это Алина. Она переводчик. Догадываешься, что сейчас будет? Настя. Как думаешь? Как шоки. У нас будет созвон. Первые минуты звонка обе смущаются. Ощущение, что столько всего нужно наверстать. Но чувства. Чувства самые искренние. Скрыть уже не получится. Я знала, что у меня есть семья в России. Просто я думала, что они живут свою жизнь. И был не лучший момент прерывательный. Ты чего? Пошлое, ты чего? Что ты? Ай, ну я рейс, пожалуйста. Мне бы хотелось находиться с тобой сейчас. Я даже не пойму, где русскость, где испанскость. Она считает себя испанкой, но я в ней вижу русскую, ты понимаешь? Я как бы все равно в ней вижу русскую. Но она сюда приедет, сразу что-то почувствует. Девушки уже договариваются о приезде Лены в Тверь ближайшим летом. Вот такая встреча, которая произошла в канун Нового года. И как после такого не поверить в чудеса? Продолжение следует...